так друзья всем доброго дня сегодня у нас интересное видео интересная статейка моточасы и или километраж как правильно менять масло вообще сейчас межсервисный интервал замены масла примерно 15 тысяч километров при каждом того но правильно это или неправильно сейчас очень многие производители да и сами сами водители говорят про моточасы вообще на строительной технике на какой-то спецтехники там на катерах и так далее масло меняется всегда у нас по моточасам там не учитывается никакой пробег никакой километраж соответственно там потому что его просто нет на автомобилях в современных реалиях города в современных пробках когда автомобиль может проезжать там 20-30 километров в день но может стоять полтора-два часа правильнее как я считаю менять масло по моточасам вообще что такое моточас моточас это один час работы двигателя с номинальными оборотами то есть его максимально допустимыми скажем так оборотами но он у нас так не работает он у нас работает в основном а в разных режимах это пробки трасса холостой ход там и так далее поэтому считать ну получается сложновато конечно на многих немецких автомобилях таких как mercedes бмв там volkswagen и бывают некоторые у них уже есть счетчик моточасов и автомобиль вас сам будет предупреждать и он считает именно по моточасам он сам вас будет предупреждать когда нужно заехать на сервис и поменять масло почему такое происходит именно с немецкими автомобилями ребята потому что немецкие автомобили как правило всегда идут с турбинами масло проходит через турбину она там ну возможно пригорает быстрее теряет свои свойства то есть масло работает в сложных условиях и поэтому правильнее как считают немецкие производители менять именно по моточасам но во многих бюджетных иномарках какой является и мой автомобиль таких счетчиков нет зато у меня есть измерение средней скорости на спидометре вот способ 1 это средняя скорость вообще если включить мой спидометр я где-то тысяч пять шесть уже накатал я его не обнулял и у меня средняя скорость по городу и вообще по трассе когда иногда выезжаю получается 29,5 километров в час сразу скажу ребята замерять когда вы проехали 100 200 300 километров это неправильно вам нужно проехать две три тысячи километров и тогда вот эта цифра она будет более правильно будет более правильно отображаться как заверяет мой производитель мне масло нужно менять через 15 тысяч километров то есть 15 тысяч делим на 29,5 получается 508 часов тарабанил мой двигатель при прогревах там в пробках там и так далее если на трассе на трассе взять там допустим средний показатель так для примера вот 70 километров в час это учитывая там какие-то остановки и более высокую скорость ну средний где-то получают 70 километров тогда двигатель вот на этом пробеге будет работать всего 214 часов в два с половиной раза меньше зачем мы это вообще все считаем любое масло ребят любое масло будь она супер турбо синтетическое имеет свои моточасы то есть через определенное количество моточасов его нужно менять я конечно сейчас не претендую на там супер турбо информацию но покопавшись в интернете посмотрев различные сайты производители рекомендации производителей я вывел небольшую табличку смотрим долго я искал информацию про масла и моточасы и вот если вывести по опи если кто не знает это американ петролевым институт есть такие цифры ну вот сейчас в основном все катаются на синтетике но про минеральные полусинтетическое масло прям буквально два слова минеральные масла нужно менять через 150 часов работы двигателя полусинтетика где-то 250 часов максимум и все нужно заменять синтетикой сейчас идет достаточно большое разграничение то есть синтетика у нас как бы неоднородно она состоит чуть ли не из четырех подвидов первое api sjsl это старая скажем так синтетика ее нужно менять через 250 часов дальше идет api sm sn 300 350 часов это именно вот синтетика как у меня джи муская и вообще ребят чем ниже вот это вот буква по алфавиту американскому тема больше это масло может работать по именно часовой вот этой вот нагрузку конечно есть современные масла вот пау эстеты пау это поле альфа олефины они 350 400 часов а эстеты вообще могут ходить по 400 450 часов это вообще супер синтетические масла но как правило производители их не заливают свои двигатели в свои автомобили почему потому что вот эти вот масла пау они стоят в два в три раза дороже например вот этих api sm sn а эстеты стоят в четыре в пять раз дороже но чем вот эти вот масла соответственно канистры здесь если грубо стоят там две тысячи рублей то здесь она там может тысяч 780 соответственно вы такое масло заливать не будете вам легче менять через 350 часов вот масла купить несколько скажем канистр да даже может через 300 часов и это будет намного намного дешевле а так как мое джи мское масло оно как раз таки и ходит 350 часов то вот легкими вообще вычислениями 350 мы умножаем на 29 с половиной километров в час получается что я ну вот при своем километраже вот этом вот километрах час должен проезжать десять тысяч триста двадцать пять километров вот это я считаю более верный скажем так и достоверной цифрой замены моего масла я сейчас так и меняю масло через десять тысяч нежели вот это вот цифра то есть вот эта цифра вот эта цифра ну 15 тысяч для городского режима это очень очень много второй способ это по расходу топлива в идеале восемь литров но вот как у меня написано в книжке до смешанный режим около восьми литров на сто километров я сейчас точно не помню мы по-моему так вот замена масла у нас получается также при 15 тысяч километров соответственно что мы делаем так как на 100 километров нас расходуется 8 литров мы сокращаем вот эти вот два нолика у нас получается 150 150 умножаем на 8 1200 литров вот именно когда я сожгу 1200 литров то есть это у нас получается по сути 15 тысяч километров в идеальных условиях я должен изменить свое масло но реальные условия какие получается расход у меня где-то 10,6 литра но я еще не скидывал зимы счетчики это были холодные прогрева когда я грел машину достаточно долго там 5-7 минут то есть у меня получается 10,6 литра на 100 километров также сокращаем вот эти вот нолики умножаем 150 на 10,6 получается 1590 литров это на 390 литров больше чем вот ну рекомендует скажем так производитель с его идеальным расходом соответственно двигатель у меня работает в сложных условиях и если рассчитать опять же таки я не буду загружать вас формулами вас если рассчитать получается 11 тысяч 320 километров вот если вот пользоваться вот этим вот расчетом вторым способом мне при 11 тысячах 320 километров нужно менять свое масло как видите что эта цифра что вот эта цифра они намного далеки от 15 тысячах километров если мы меняем а многие не только через 15 ноги там через 16 тысяч километров меня это ну вроде ничего страшного да если мы меняем через 15 тысяч километров что происходит с маслом масло у нас изнашивается она уже не создает такой пленки на стенках цилиндра и соответственно начинается у нас там задиры различные то есть двигатель у нас изнашивается во первых в самих цилиндрах также у него изнашиваются всякие вкладыши там подшипники там но в общем и так далее валы там и так далее и тому подобное считайте сами напишите в комментариях сколько у вас вот этих вот моточасов получается и вы ведь и вы видите для себя вот идеальную формулу скажу так город у нас небольшой поэтому 29 с половиной километров в час в москве в питере в больших городах люди стоят в пробках намного дольше вот эта цифра может быть и 20 километров и 18 километров тогда ваше масло вот это вот вот это вот цифра у вас упадет вообще многогранно бывает там 6 7 тысяч и просто это нужно масло менять вот что касается моточасов и километража еще раз ребят подчеркну я считаю что моточасы это более правильный в современных реалиях города расчет то есть рано или поздно к этому придут все производители на этом все ребят всем пока думаю видео мое было вам полезно подписывайтесь на наш канал будет еще много интересных видео все ребят всем пока а